Современному человеку тяжело представить свою жизнь без автомобиля. Этот вид транспорта занял серьезную позицию. Но вместе с комфортом он приносит немало бед. Одни только выхлопные газы, чего стоят для окружающей среды. Но есть в году такой один день, когда мировое сообщество призывает людей отказаться от автомобиля в пользу пеших прогулок или велосипеда. Впервые такой день отметили в Швейцарии почти полвека назад. Акция была направлена на сохранение экологии и призыву обратить внимание населения на то, сколько людей гибнет в автокатастрофах. С годами день без автомобиля стал носить немного другое направление. Сегодня это больше экономия времени. Ведь преодолеть один и тот же маршрут на велосипеде можно гораздо быстрее, чем на машине. Учитывая сегодняшнюю ситуацию с пробками и в Москве, и даже в Видном, иногда быстрее добраться на велосипеде. Велосипед в жизни Анны Локтевой был с самого детства, но как способ развлечения. Переехав в Видное, девушка почувствовала необходимость перейти на двухколесный транспорт, дабы не стоять в пробках. К тому же это отличный способ держать себя в форме. Стоит попробовать один раз и преодолеть вот этот дискомфорт. И зону некомфорта, которую ты получаешь, когда садишься на велосипед. Да, тебе нужно приехать на работу, тебе нужен либо душ, либо хотя бы какая-то уборная, где ты переоденешься, приведешь себя в порядок. Но это же возможно, это же реально. Зависит, конечно, еще на сколько далеко работа. Заядлые велосипедисты рекомендуют адекватно относиться к маршруту и расстояниям. Не кидаться в крайности. Если путь не ближний, все же воспользоваться личным авто или общественным транспортом. Но в случае, когда пункт назначения рядом, вполне можно пересесть на двухколесного друга. Главное – иметь на работе сменную одежду и обувь. Недостаток есть у велосипедистов. Вот это незнание правил дорожного движения. Может быть, кто-то ездит, не имея прав автомобильных, и не понимает логику, как вообще это работает на дороге. Далеко не все носят шлем и тем более какую-то еще защиту. И иногда, даже когда я еду за рулем автомобиля, я удивляюсь вообще, что ты делаешь, друг велосипедист. Так нельзя. Но ситуация потихоньку исправляется. Велосипедистов становится все больше. Многие из них к движению относятся серьезно. Да и автомобилисты начинают привыкать к их наличию на дорогах. В этом деле важную роль играет взаимное уважение. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.